Друзья, представляю вам бойца в синюху клетки. Да, Зелимхад выглядит. Ему 19 лет, рост 183 сантиметра, вес 70,3 килограмма. Его стиль ММА. И из Украины Максим Шиво. Его соперник в красном углу. Ему 25 лет, рост 177 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Его стиль ММА. Представляющий клуб Ахмад из Чеченской Республики Россия. Зелимхан Абрек Умхаджиев. Инструктаж от рефери. Бальцы на середину. Приветствую. Сетку не хватаем. Внимательно слушаем команду стоп. По углам разошлись. Так, все готово к началу заключительного поединка нашего сегодняшнего вечера. Максим Шилло против Зелимхана Умхаджиева. Да, еще раз подчеркиваю форму Зелимхана. Уж не знаю, как ему пришлось сушиться перед тем, чтобы влезть в 70 килограммов. Выглядит он значительно плотнее. Ну, визуально, конечно. Наверное, много работал с железом, с собственным весом. Бегал. Ну, немало, мне кажется. Вертушечка прошла в корпус у Зелимхана. О, тут же хайкик. Очень неплохой. Максим организовал. Но Зелимхан накрыл этот хайкик и перевел бой в партер. В общем, все обернулось в пользу Зелимхана. Ну, пока да. Но, с другой стороны, очень неплохо ногу сейчас держит Максим. Если освободить вторую, можно закрывать треугольник. Ну, пробовать, по крайней мере, закрывать. Но сейчас Зелимхан контролирует левую ногу соперника. И ни о каком треугольнике речь пока не идет. Ну, с такой физической подготовкой и с таким мышечным корсетом, какой мы видим у Зелимхана, он должен не просто ногу, он весь организм должен контролировать. И мы видим, что кровь вот с этой позиции зрителям, наверное, не видно. А мы видим, что есть кровь, есть очень жесткое попадание Зелимхана. Нос разбит, да, по-моему, у Максима? Это осложнит ему дополнительную жизнь. А, по-моему, что Накимуру решил попытаться зайти. И Максима треугольничек, как вам и заказывали. Но пока что надо прижать голову поближе к себе Максима Шилы, и тогда этот прием получится. И мы видим еще ручку на болевой взял, насколько я понимаю, на рычаг локтя. Максим Шилы, захват неплотный пока. Неплотный захват, и у Зелимхана есть возможность какие-то контрдействия предпринять. А вот теперь уже захват стал более плотным. Молодец, вырывается. Все-таки вырывается Зелимхан Уханжиев из крайне тяжелого положения. Молодец. Зелимхан пытается забрать ногу на рычаг колена, по-моему, Зелимхан сейчас. Это очень болезненный прием. Очень болезненный. Но базовый самбист Максим Шилы знает, что делать в таких ситуациях. А Зелимхан продолжает крутить ногу соперника. Они обоюдно крутят ноги. А так всегда и бывает, когда подобные вещи происходят с ногами. То есть начинается обоюдная работа, и уже кто кого-либо перетерпит, либо кто раньше сделает прием. Две с половиной минуты. Экватор первого раунда обиновал. И уже вынужден терпеть Максим Шилы. И он, похоже, судя по его лицу, он действительно терпит, потому что ему неприятно. Да, надо бить. Надо бить. А Зелимхан необходимо не обращать внимания на эти самые удары. И продолжать гнуть свою линию. Освобождается Максим Шилы, но надолго лет. Теперь идет скручивание пятки. Это крайне травмоопасный прием. Если вовремя не остановить, может вылететь колено, и тогда очень долго придется лечиться. Может не просто вылететь колено, может быть разрыв ахилла. Зелимхан, в рюк, нет! Очень тяжелая ситуация для Максима Шилы. А можно... Да, вот сейчас получше пятку вроде бы взял. Зелимхан, но тут же Максим Шилы включается, наносит серию ударов и выпутывается из затруднительного положения. Вот так у нас такие качели сейчас происходят. Чаша весов клоняется как на одну, так и на другую сторону. Полтора минуты до завершения первого раунда. Головой наносит удары Максим Шилы. Но все в пределах правил. Конечно, сейчас он работает сверху, ему и карта в руки. Зелимхан попытался завязать руки оппонента. И встает, встает Максим Шилы. Ой, прям на ноги прыгнул сейчас. Удар ногой в бедро. Что сейчас делает Максим? Вообще сложно объяснить и понять. Был в атакующей позиции Максим, но при этом упустил он все шансы. Да, инициатива была на его стороне, но зачем-то пошел сам бороться и в итоге опрокинул соперника на семья. Хорошо пробивает справа. Зелимхан Ухаджиев. 30 секунд до завершения первого раунда. Очень, очень насыщенным он получается, богатым на события. И вот то, что сейчас Зелимхан Ухаджиев находится сверху, конечно, добавляет ему вестов при общем подсчете очков, если, конечно же, он понадобится. Магомед Султан Ахмедов поднимает спортсменов в стойку. И есть хорошая возможность у бойцов для того, чтобы подарить нам интересную концовку раунда. Ну и для самих себя сделать заявку на победу в раунде. Перевод записывает себе в актив Максим Шила. Точнее, даже такой получился у него не проход, а бросок в ноги, который, как не с лишнего вечера, равные шансы на успех. Максим Шила достойный бой дает Зелимхан Ухаджиеву. И абсолютно непонятно, чем все это закончится. И сразу Зелимхан забирает центром октагона. Максим Шила начинает поджимать соперника лоу-кик от Максима. Ответ Зелимхана ударом по печени. Вот такой фронт-кик, которым и Андерсон Сильва нокаутировал своих соперников, и Витор Вэлфард нокаутировал своих соперников. Почему бы Максиму Шила не попробовать? Удар по туловищу справа. Тут же Максим Шила идет борьба. И амплитуднейший перевод тут уже отдает Шейн на дилетину Максим Шила. Начинает дышить соперника Зелимхан. Но мы с Игорем уже не раз сегодня говорили о том, что силы тратит и тот, кто душит. Причем немало сил. И причем я бы сказал, что как раз тот, кто дышит, еще больше тратит сил. Ему нужно делать двойное усилие. И удерживать, и душить. Освобождают голову Максим Шила. Еще что-то сказал сейчас своему оппоненту. Сегодня как-то популярны диалоги между спортсменами в момент поединка. Не знаю, с чем это связано. Блестяще перевернул оппонента Зелимхан Умхаджиев. Садится в маунт. И сейчас очень-очень сложно будет Максиму Шила выбраться. Отсюда крайне атлетичен Зелимхан. И, конечно, сбросить его будет очень сложно. Но Максим Шила уже показал себя крайне терпеливым бойцом. И, конечно, он просто так не сдастся. Это точно. Пытается подбиванием таза сбить соперника с себя. Сбросить каким-то образом. Но сейчас мы видим, что Зелимхан остановился. Переводит дух и думает, что же ему делать дальше. А вот что. Отодвигает голову оппонента. Два удара наносит. Может быть, уже не таких сильных, как хотелось бы. Но тем не менее. По туловищу. Что называется, если в голову дверь закрыта, нужно в корпус постучаться. Локтем в голову пробил сейчас Зелимхан Мхаджиев. Но рефери этого не видел. При помощи сетки пытается сбросить соперника. Отодвинуть оппонента от себя. Максим очень терпеливый боец. Частично ему удается снять вот эту нависшую над ним угрозу. Да. Но, по крайней мере, ее немножко уменьшит. Продолжает контролировать соперника Зелимхан Мхаджиев. И не оставляет он попыток влезть в маунт, конечно. Такая была хорошая позиция. Но сейчас Максим Шилов работает в гарде. Вяжет оппонента в буквальном смысле по рукам и ногам. Удар головой в туловище. Еще один. Взбивает дыхание оппонента Зелимхан. И пробивает справа. Время сейчас работает на Зелимхана. Конечно, он наносит удары. Он показывает активную работу. Он попадает. И, в конце концов, он атакует. Он находится в атакующей позиции. Да. Да. Загласен полностью. Владеет инициативой. После команды ударил Зелимхан в запале. Но, как говорится, без злого умысла. Извиняется. Он Хаджиев перед Максимом Шила. Может быть, просто не услышал он команду рефери. Левый сбоку неплохой наносит Зелимхан. И хороший проход продемонстрировал Максим. Но при этом он не отдает шею. Да, 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 хорошо сейчас переводит шею. Ищи ногу! Максим, ищи ногу! Ищи ногу! Ищи ногу, Макс! Ищи ногу, выходи на хир! Ищи ногу! Ой-ой-ой! Не успел Максим Шила найти ногу, потому что перевернул его более мощный Зелимханом Хаджиев. Вот здесь. Но я бы сказал, более техничный. Он очень технично делает эти переводы. Да, конечно. Но здесь, я думаю, еще и физические данные играют не последнюю роль. Все-таки техника техникой, но и физическая мощь тоже очень важна. 30 секунд до завершения этого боя. Но сейчас Максима Шила спасет только чудо. Большое спортивное чудо, которое, мне кажется, он вполне в состоянии совершить. Которое называется либо болевой прием, либо нокаут. Ну, в данной ситуации, скорее всего, болевой прием. Или унушающий, потому что нокаут из этого положения можно сделать, ну, я не знаю, в одном случае, из миллиона. Все. Звучит финальный гонг. Очень упорный поединок продемонстрировали спортсмены. Благодаря другу. Сможете пообниматься и поговорить, сказать все, что так хотелось, это сделать в течение боя. Да. А вот после поединка, наверное, уже не так интересно. Но бой окончен, но вот я смотрю, спортсмены никак не могли долгое время друг от друга оторваться. Да, но с другой стороны, можно понять их взаимное уважение, потому что это реально было очень... Это украшает спорт, Роман. Совершенно верно. Это было лучше для места, когда спортсмены на протяжении 10 минут избивают друг друга нещадным образом, а потом они способны пожать друг другу руки, обняться и поблагодарить за проведенный поединок. Это на самом деле дорогого стоит. И об этом есть красота. Ну что же, Роман, надо сказать, что наш сегодняшний ветер плавно подходит к концу. Сейчас мы видим, что ринг-анонсер выходит в клетку. Сейчас будет оглашен вердикт. Редактор субтитров А.Семкин